Три девицы – русская, хохлушка и белорусская. Объемные куклы, вышитые руками юной мастерицы Александры. Прежде чем приступить к работе, долго изучала особенности костюмов славянских народов. Это отражено в цвете. У украинцев основной цветок – это красный, а у белорусов – это василек синий. Но это отражено в государственной символике. Допустим, у них основные цвета – красный и зеленый. Немного наивная и по-детски добрая городецкая роспись. На расписных досках гуляют барышни, растут невиданные цветы. 11-летняя художница Виктория уверяет, что доски волшебные. Все росписи выполнялись своими руками и с особой любовью и теплом. Все эти работы представлены на выставке в рамках восьмых славянских чтений в школе номер 132. В ней учился мэр города Дмитрий Азаров. Глава Самары прибыл на славянские чтения еще и с дипломатической миссией. В конференции участвуют гости из городов-побратимов Старозагоры и Гомеля. Славянские чтения позволят нам больше узнать о которых. Больше узнать о традициях и культуре. А культуры ведь, друзья мои, они никогда не враждуют. Культуры, они обогащают друг другу. И как раз такие славянские чтения, такие конференции этому, конечно же, способствуют. В школьных коридорах укрепляется дружба славянских народов. Наши славянские чтения – это не только научно-исследовательская конференция, но и некая народная дипломатия, которая помогает нам преодолевать те трудности и противоречия, с которыми порой, может быть, не справляется и дипломатия официальная. После открытия началась работа в секциях – славянская лингвистика, история, этнография. Ученики с третьего по одиннадцатый класс готовятся блистать историческими знаниями. Ради проведения восьмых славянских чтений в школе даже отменили уроки. Марина Матвеевична, Мурат Гасанов, ГИС События.